Друзья, всем привет! Сегодня 20 фишек Serum, которые помогут вам использовать этот синт более креативно. Поехали! В Serum есть секретный лимитер. Для того, чтобы его применить, надо использовать компрессор, выкрутить на максимум ручку Ratio, и вы видите, появляется слово Limit. Теперь компрессор будет работать как лимитер. Обычно, когда мы работаем с модуляцией, мы перетягиваем параметры вот таким образом, чтобы модулировать определенные ручки. Но если вы кликните по ручке правым кликом мыши и выберите источник модуляции, таким образом вы осуществите быстрое назначение модуляции. Часто нам приходится работать с двухсторонней и односторонней модуляцией. Для того, чтобы переключаться с одной на другую, обычно мы заходим в матрицу и нажимаем вот на эту стрелочку. Так модуляция будет односторонней, а вот так мы будем работать с двухсторонней модуляцией. Можно осуществить быстрый переход между этими двумя типами. Достаточно зажать Alt-Shift и кликнуть мышкой по ручке, с которой мы работаем. Однонаправленная модуляция и двунаправленная. Очень удобно. Следующая фишка. Если вы установили какие-то настройки тона, которые вам не нравятся, вы можете легко сбросить их в ноль. Для этого просто зажимаем клавишу Ctrl и кликаем кнопкой мыши по всем вот этим параметрам. Все, мы получаем полный откат. Вы жмете на одну клавишу, а серум должен воспроизвести некий интервал из двух нот. Как, например, это можно настроить в сайленте. На самом деле в серуме есть такая возможность. Надо выставить здесь два голоса, разнетюнить их по максимуму, потом перейти в настройки Global и вот здесь ширину стереополя поставить в ноль. А потом выставить просто необходимый вам интервал. Здесь небольшая партия, в которой я замодулировал LFO Rate. То есть движение LFO будет замедляться и ускоряться. И обратите внимание, что в моменты переходов будут слышны щелчки, потому что эти моменты точно не совпадают с четвертями и LFO подстраивается под сетку проекта. И если вы хотите избавиться от щелчков, то надо просто отжать вот эту функцию Anchor, что переводится как якорь. Все, никаких щелчков больше нет, но будьте внимательны, потому что в моментах перехода вы можете получить легкий рассинхрон с темпом проекта. Но в большинстве случаев это не страшно. Если вы работаете с LFO и, например, вам надо выставить какое-то большое время релиза и вы не видите, что происходит дальше за пределами вот этого экрана, вы можете с легкостью изменить масштаб. Для этого просто сжимаем клавишу мыши и настраиваем зум так, как нам надо. И также мы можем запереть вот эту огибающую в данном масштабе, что тоже часто бывает удобно. Предположим, у нас есть LFO с несколькими точками. И нам надо подвинуть все эти точки одновременно. Для этого просто зажимаем клавишу мыши, выделяем все точки и передвигаем так, как нам надо. Вот эта ручка Mix отвечает за смешивание обработанного и необработанного сигнала. То есть за их пропорцию. Но если кликнуть мышкой по надписи Mix, мы получим дополнительную ручку громкости. Если вы хотите использовать какой-то интересный сэмпл, для того, чтобы подмешать его к синтезу, вы можете столкнуться с проблемой. Потому что этот сэмпл звучит как луп. И для того, чтобы его превратить из луп в ваншот, надо просто кликнуть на вот эту маленькую иконку. Теперь сэмпл звучит как ваншот, и мы можем подмешать его к синтезу. И вот эта клавиша даст нам тональные изменения вот этого сэмпла. Очень прикольно. Если вы достаточно заморочены на синтезе, и хотите видеть, как фильтр изменяет фазу, для этого просто кликните на этот дисплей. И вы будете видеть изменения, которые фильтр оказывает на фазу. Многие не знают, где классические формы волны в серуме. Где пилообразная, квадратичная, где синусоида. Для того, чтобы их найти, надо перейти во вкладку Analog. И выбрать здесь Basic Shapes. И посредством вот этой ручки WT Position вы можете перемещаться между привычными типами волн. А если кликнуть по этому дисплею, можете видеть их все в трехмерном виде. Если вы часто работаете с LFO, вы можете зажать клавишу Alt, кликать по изображению вот этой папки и быстро перебирать пресеты. Если вам надо скопировать один рисунок LFO в другой, для этого просто зажимаем клавишу Alt и переносим одну LFO на другую. Все. Теперь формы LFO идентичны. А теперь про эффекты Hyperdimension, Flanger, Phaser и Horus. Давайте оставим только Horus. В серуме есть одна особенность. Заключается она в том, что мы можем выставить регулятор Rate в ноль. И таким образом звук будет не таким движущимся. Мы можем точно настроить параметры, а потом уже добавить и движения. Достаточно классная штука, которой нет даже во многих внешних эффектах. Если вам надо привязать точки LFO к сетке, для этого просто достаточно зажать Alt и подвигать точки. Все. Теперь они будут двигаться с привязкой к сетке. И еще одна классная штука. Вы можете использовать вот этот дисплей для того, чтобы изменять как сетки. Предположим, у меня есть вот такой плаг. И если я зайду в матрицу модуляций, здесь есть кривая соотношение того, как источник влияет на целевой параметр. И здесь можно задействовать кривые экспоненты для того, чтобы делать не прямую пропорцию, а пропорцию по экспоненте. То есть у нас появляется дополнительное управление, что дает нам больше возможностей. Предположим, у меня есть вот такой синт. И я хочу, чтобы LFO постепенно доходило до своего максимального значения. Для этого мне надо использовать ручку Rise. Поставлю ее в значение 1 бар. Послушайте, как LFO будет достигать своего максимума в течении такта. Это может быть прикольно для синтеза определенных тембров. Так, теперь давайте повесим LFO на фильтр. И для того, чтобы изменять значение LFO, нам надо, зажав мышь, двигать ее в области вот этой маленькой иконки. Но если зажать клавишу Alt и двигать мышью в области самой ручки, мы получаем быструю модуляцию, что очень удобно. И последняя фишка, которую я не могу не показать, это импорт картинок в Serum. У меня есть вот такая картинка. Давайте послушаем, как звучит Skrillex. Но не забывайте, что картинка должна быть в PNG формате. На этом на сегодня все. Если это видео было полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Если хотите больше видео по Serum, напишите об этом в комментах. С вами был Рубен. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok